Выходной день в парке Горького. Здесь проходит празднование Всемирного Дня Фалуньдафа. Эту школу самосовершенствования еще называют Фалуньгун. Прохожих привлекают пение и танцы с веерами. А те, кто подходит поближе, могут сами изготовить бумажный лотос. Последователи Фалуньдафа уже не первый год проводят подобные праздники. Все это для того, чтобы напомнить москвичам о принципах истины, доброта и терпения, которые лежат в основе учения этой школы. Наше общее стремление людям подарить островов чистой земли. Показать, что действительно такое может быть. Вот эта вот искренняя доброта, которую мы очень хотим людям передать. Настя пригласила на праздник всю семью. Гордости за дочь Инна Петровна не скрывает, поскольку считает, что полезно напоминать людям о доброте. Истинная доброта и терпение – это замечательный лозунг для каждого человека по моему жизни, который дает возможность достигнуть больших успехов. Возьмите, почитайте. По всему миру около 100 миллионов человек самосовершенствуются по Фалуньдафа. Но на родине учения в Китае эта практика подавляется правящей коммунистической партией. Последователи Фалуньгун считают, что это только потому, что учения пользуются огромной популярностью в стране с тоталитарным режимом. Они регулярно проводят одиночные пикетирования у посольства КНР, призывая восстановить нарушенные права последователей Фалуньдафа на свободу веры. Когда узнала о практике ДАФа, тогда я узнала о том, что в Китае происходят репрессии. Я была очень удивлена, что людей, которые вырабатывают в себе такие замечательные качества, не стараясь изменить ничего вокруг, а только себя, и делая для людей только добро, что их преследует, знаете, вначале был шок. Тема о том, что последователи Фалуньгун, которые не желают отказаться от своих убеждений, подвергаются пыткам в трудовых лагерях и тюрьмах, нечасто освещается в СМИ и замалчивается правящим режимом КНР. А приверженцы Фалуньдафа продолжают терпеливо сообщать о том, что уже более 10 лет режим КНР лишает своих граждан права на самосовершенствование. НТД Москва-Россия